Климатический саммит ООН КОП-27 в Египте завершился принятием текста договора о создании фонда для компенсации ущерба наиболее уязвимым странам. ВВС Турции нанесли воздушные удары по куртским формированиям на территории Сирии и Ирака в ответ на теракт в Стамбуле. Климатический саммит ООН КОП-27 в Египте завершился принятием текста договора о создании фонда для компенсации ущерба наиболее уязвимым странам. Вопрос разработки такого механизма стал самым острым на полях переговоров. Генсек ООН Антонио Гутерриш назвал данное решение важным шагом к справедливости. Средства будут направлены на компенсацию убытков и ущерба, возникших в результате повышения уровня моря и аномальных погодных явлений. На следующем саммите КОП, который состоится в Объединенных Арабских Эмиратах, государства будут договариваться о принципах работы фонда. Генсек ООН выразил сожаление, что участники встречи не стали обновлять планы по сокращению вредных выбросов в атмосферу, чтобы достичь ранее поставленных целей по борьбе с глобальным потеплением. В Евросоюзе заявили, что разочарованы недостатком амбиций со стороны государств самыми высокими выбросами углекислого газа в атмосферу. ВВС Турции в ночь на воскресенье нанесли удары по четырем регионам в Сирии и по одному в Ираке. Их целью стали места базирования запрещенной в Турции рабочей партии Курдистана и ее сирийского ответвления силы народной обороны. По мнению экспертов, эта операция стала ответом на совершенный 13 ноября теракт в Стамбуле, в результате которого шесть человек погибли и свыше 80 получили ранения. По версии следствия, к теракту причастны РПК и силы народной самообороны. Тем временем полиция Болгарии задержала пять человек в связи со взрывом. Им было предъявлено обвинение в содействии одному из лиц, устроивших теракт в Стамбуле. Правительство Украины предлагает жителям Херсона эвакуироваться из-за высокой вероятности обстрелов со стороны российских войск. По данным Института изучения войны, российские силы пытаются укрепить позиции на оккупированных территориях в Донбассе и Запорожской области после отступления из Херсона. В субботу в город впервые с начала военной агрессии прибыл поезд из Киева. Прокуратура Украины сообщает, что за последние два месяца на освобожденных территориях были найдены тела более 700 погибших, 90% из них мирные жители. В ночь на воскресенье в Никополе Днепропетровской области десятки российских снарядов ударили по жилым кварталам. В Украинерго сообщили, что по всей стране в течение дня будут применяться планы в отключении электроэнергии. В субботу Киев посетил новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он заявил о неизменной поддержке Украине и анонсировал предоставление пакета помощи в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы президента. На пост до главы государства претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым Жамарт Такаев. Они выдвигаются республиканскими общественными объединениями. Правом голоса наделены почти 12 миллионов граждан республики, которые выбирают президента как на участках внутри страны, так и при представительствах Казахстана в 53 странах. Новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск восстановил аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Накануне Маск провел опрос, в котором меру поддержали большинство проголосовавших. В начале прошлого года после штурма Капитолия сторонниками Трампа администрация Twitter запретила политику пользоваться платформой. Но Трамп уже заявил, что не собирается возвращаться в Twitter. Все готово к большой футбольной вечеринке в Катаре. Старту чемпионата мира 2022 года. После преамбула отмечены величайшим противоречием в истории этого первенства. Фейерверк для болельщиков уже состоялся за день до первого матча на стадионе Альбайт, в котором встретятся две команды из группы А сборные Катара и Эквадора. Фейерверк был потрясающим, говорит этот аргентинский болельщик. Я участвовал в 25 подобных мероприятиях. Я был на Олимпиаде в Рио и Токио, на последнем чемпионате мира в России. Но такого огненного искусства я не видел нигде в мире. И хотя еще не все болельщики прибыли, первые трудности уже ощущаются в фан-зонах. В субботу тысячи фанатов не пустили на концерт, посвященный чемпионату мира, что выявило проблемы, связанные с приездом в Доху и обеспечением безопасности. Ранее Катар вызвал еще одну волну критики, отменив свое решение разрешить продажу пива у футбольных стадионов. 22-й чемпионат мира по футболу продлится до 18 декабря.